Привет всем. Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 4 февраля. Поехали. Сильный снегопад, который начался вчера вечером в турецком городе Испарта, парализовал жизнь в городе. Толщина снега по всей провинции превысила 30 сантиметров. В результате обильного выпадения снега, многие деревья были повалены, произошли обрывы линий электропередачи. А также отмечено обрушение как минимум 10 крыш зданий и навесов. Такие погодные условия привели к плохой видимости на дорогах, а также возникновению множества дорожно-транспортных происшествий. На дорогах образовались пробки, движение транспорта было парализовано. В нескольких районах до сих пор отсутствует подача электричества. Власти выпустили желтый уровень погодной опасности и предупредили местных жителей о том, что еще несколько дней будут наблюдаться снежные осадки. А также попросили временно воздержаться от передвижения на личном автотранспорте. Как минимум один человек погиб, еще восемь пострадали в результате торнадо, обрушившегося на округ Хейл американского штата Алабама. Торнадо, образовавшийся во время снежного шторма, нанес сильные разрушения в округе. Уточняется, что несколько зданий получили серьезные повреждения, некоторые полностью разрушены. Восемь человек были госпитализированы, информация об их состоянии уточняется. Ранее профильное подразделение Национальной метеорологической службы США предупреждало об опасности торнадо в Алабаме, Миссисипи и Теннессе. Сообщается также, что недалеко от города Сейервиль штата Алабама в результате торнадо было затоплено несколько автомобилей и повреждены дома. На данный момент проводится оценка нанесенных повреждений, оказывается помощь местным жителям, а также ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Более 285 тысяч человек в центральной, восточной и южной частях США остались без электричества после зимнего шторма, который обрушился на эти районы. Сильнее всего от стихии пострадал штат Теннесси, там без света остались более 150 тысяч человек. Зимний шторм принес в эти регионы сильный снегопад и ледяной дождь. Обледенение деревьев и линий электропередач привело к массовым отключениям электроэнергии. Из-за похолодания и усложненной ситуации на дорогах в штате Теннесси пострадали уже 18 человек. Ледяная стихия сопровождалась ураганным ветром, впоследствии чего были повалены деревья, разрушены крыши домов, разорваны линии электропередач. Власти сообщают, что на борьбу с последствиями стихии понадобится несколько дней. Обещают восстановить подачу электричества как можно быстрее. Погодные условия серьезно осложняют транспортное сообщение. Было отменено свыше 6000 авиарейсов. Ситуация на Кубани пока не улучшается. Как ранее сообщалось, режим ЧС объявлен в нескольких районах Кубани. Уровень воды в реках поднялся до критических отметок. Снега зимой выпало много, а сейчас на юге резко потеплело. В итоге дома и огороды ушли под воду. В частном секторе Славянска на Кубани подтоплены сотни домов. И уходить воде некуда. Поля залиты, ливневки забиты, каналы переполнены, а водоотливные насосы не справляются. И это при том, что откачивать воду помогают 600 спасателей и почти 250 единиц специальной техники. В конце января выпало около метра снега. Потом пошли дожди и талой воды стало еще больше. Сегодня на Кубань вернется зима. Ночью ожидается до минус пяти и снова снегопад. Затопленные улицы Славянска на Кубани и Краснодара превратятся в большую ледовую арену. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на севере Перу в 10 часов 58 минут утра по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался в 162 километрах от города Майабамба. Подземные толчки ощущались в Перу и в Эквадоре. По предварительным сейсмическим данным, толчки в районе эпицентра были хорошо ощутимы и могли привести к легким или умеренным повреждениям. Данных о разрушениях и жертвах пока не поступало. В соцсетях пользователи интернета сообщают, что подземные толчки ощущались и в некоторых приграничных областях Эквадора. Землетрясение привело к тому, что многие граждане покинули свои дома. Фото и видео этого события очевидцы поделились в сети интернет. Землетрясения часто происходят в Перу, так как страна находится в Тихоокеанском огненном кольце. В радиусе 100 километров проживает около 60 тысяч человек. По оценкам, 4000 человек почувствовали сильную тряску и 52 тысячи умеренную. Очередная волна дождей накрыла Доминиканскую республику, став причиной переполнения рек и выхода их из берегов. Буквально несколько дней назад сильные дожди, которые шли более 10 часов, вызвали масштабные наводнения, от которых еще не успели восстановиться многие города. Было затоплено 2500 домов и три разрушены. Гражданская защита добавила, что почти 2500 семей нуждаются во временных жилищах. Гражданская защита также сообщила о повреждении электростанции моста, в результате чего некоторые районы оказались изолированными. Были вызваны пожарные команды для спасения и эвакуации десятков людей в результате сильного наводнения в муниципалитете Пуэрто-Плато. За 24 часа выпало 155 миллиметров осадков, уровень паводка при этом достиг 80 сантиметров. Метеослужбы предупреждают, что ливневые осадки продлятся еще как минимум два дня. Ураганный ветер с порывами до 35 метров в секунду уже второй день подряд буйствует в городе Маланг, который расположен индонезийской провинции Восточная Ява. В результате буйства стихии нанесены большие повреждения инфраструктуры. Ураган унес жизни двух человек и как минимум еще десять получили травмы различной степени тяжести. Руководитель информационно-коммуникационного центра Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями сказал, что сильные дожди и шторм, вызванные ураганом в районе Туланг-Баванг, негативно сказались на трех деревнях. Нанесен ущерб в 145 домам. Населению пострадавших районов оказывается помощь. Часть была перемещена в пункты временного проживания. В Институте метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о сильных ветрах и штормах, которые продлятся как минимум до завтрашнего дня. Интенсивный, но непродолжительный дождь стал причиной локальных наводнений в городе Диенг, Индонезия. В некоторых районах были отмечены сильные потоки воды, которые стремительно неслись по улицам снося все на своем пути. Местные жители поделились фото и видео последствиями от сильного дождя. На этих кадрах видно, как поток воды снес одного человека с его мопедом, когда он пытался проехать через улицу. По сообщениям СМИ, дождь длился около часа и за это время выпало около 60 миллиметров осадков. Максимальная высота паводка достигала 25 сантиметров. Часть местных дорог были временно заблокированы для движения транспорта. Крупный оползень сошел в штате Секим, Индия. Событие произошло на дороге Сингтамрабонг. По предварительной информации, во время схода этого оползня никто не пострадал. Как сообщают местные СМИ, со вчерашнего вечера в этом районе работали специалисты и рабочие, которые устраняли последствия схода небольших оползней, а также занимались расширением дороги. Сильные дожди, которые не прекращаются уже месяц, сделали грунт очень подвижным. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы события в сети интернет. Власти Индии выпустили желтое погодное предупреждение о сильном снегопаде в штате Химачал-Продеж, а также о экстремальных холодах. Метеорологи прогнозируют сильный снегопад в течение 48 часов. Штат Химачал-Продеж отличился не только сильным выпадением снега, тут была зафиксирована самая низкая температура в этом году – минус 3 градуса по Цельсию. В некоторых районах сугробы привели к нарушению работы транспорта и электроснабжения. Особенно это коснулось некоторых районов города Шимла, где в отдельных местах за сутки выпало до 35 см свежего снега, покрывшего толстым слоем деревья и машины. Власти предупредили автомобилистов о необходимости соблюдать меры предосторожности из-за слоя льда на дороге. Многие местные жители поделились в социальных сетях фото и видео выпавшего снега. Вулкан Мерапи в Индонезии решил напомнить о себе и выпустил незначительный столб пепла и пара, который достиг высоты около тысячи метров. При этом извержении произошел сход пирокластических потоков. Сообщалось, что десятки грузовиков для добычи песка попали в этот поток холодной лавы. Водителям пришлось в спешном порядке покинуть автомобили и отойти на безопасное расстояние. По состоянию на 13 часов 30 минут по местному времени, по меньшей мере 20 грузовиков оказались в ловушке лавового потока в реке Байонг, сообщили местные СМИ. При этом дождь, который начался после обеда усугубил сложившуюся ситуацию. Жертв от этого потока не отмечено. В настоящее время на месте находятся специальные службы и группы быстрого реагирования. Усилия по эвакуации транспортных средств будут предприниматься уже после того, как спадет холодный поток лавы. За сутки на Земле произошло 99 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 6,5. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более, произошли в 6 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Кактусы, как известно, те еще спартанцы среди растений. Они селятся там, где мало кто выживает. Они не нуждаются в постоянном увлажнении грунта и относятся к категории одних из самых засухоустойчивых растений. Некоторые скептики даже утверждают, что кактусы любить особо не за что. Мол, на них одни колючки. Но по всей видимости, апологеты этой точки зрения просто никогда не видели, как цветут эти спартанцы. Цветение кактусов – это потрясающее зрелище, которое переворачивает устоявшееся мнение о колючках с ног на голову. Представители огромного мира кактусов подкупают цветоводов своим экзотическим видом и простотой в уходе. Немало энтузиастов отдали свое сердце именно этим колючим детям солнца. Особенно популярны в домашнем выращивании цветущие виды кактусов, которые завораживают своей мимолетной красотой цветения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова